Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналя и сегодня у нас будет видео обзор моей конюшни. Старый год закончился и я считаю, что наступил тот самый момент, когда можно делать полный обзор всех моих лошадок на данный период. А коней будет очень много, постараюсь рассказать обо всем вкратце и также расскажу о самых значимых конях в моей конюшне. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чайочек и поехали. Коней у меня действительно очень много, целая конюшня, 7 листов пастбича и плюс целая расширенная конюшня. В общей сумме наверное выйдет листов 8, ну да примерно где-то столько и выходит. Кони разные, какие-то уже редкие, кого-то убрали из игры еще очень давно. Но старые модельки, новые модельки, все разных абсолютно поколений. Но мы начнем смотреть их все постепенно. Давайте начнем смотреть их попородно. Или же по уровням, сейчас нужно сориентироваться. В общем, если вам интересно, вы можете посчитать сколько в итоге у меня лошадей в конюшне. Я пыталась очень много раз, сбивалась и в итоге, а какая разница сколько коней. Главное, что они у меня есть. Так, давайте наверное по уровню будем смотреть. Кто у меня в конюшне здесь есть с конца или попородом все-таки. Надо присоединиться по породе. А давайте по породе посмотрим. Сейчас всех коней перетаскиваем. Начала я играть в 2017 году активно. С тех пор у меня и пошел счетчик коней на этом аккаунте. Он очень уже крупный, очень большой. И сейчас мы постихонечку будем со всеми этими конями знакомиться. Наверное, начнем с фризов. Куда же без них. Раньше была самая популярная лошадь. И считаю, остается такой до сих пор. Только сменилось уже поколение. Так, вот. Давайте начнем с фризов. Фризка и спортивная... Фризка и лошадь. У меня их всего четыре. Причем у меня только один, по-моему, фриз обычный. Это вот этот задорный лорд. Да, фризская лошадь. А остальные это спортивные фризы. И фриз третьего поколения. Так, наверное, будет лучше переставить тогда вот так. Да. Один конь с фермы Стива был куплен еще, когда ферму Стива не переделали. Это была легендарная покупка для меня фриза вместе с соклубниками. Даже на канале есть видео, где я с ребятами его покупаю. Ночной шторм. Фриз, купленный в деревушке полумесяца. Это, на самом деле, самая большая моя любовь среди фризов. Вот именно из вторых поколений. Ну, а самым первым фризом, казалось бы, проще было бы купить Воронова. Но нет. С помощью старых древних способов, самым моим первым фризей стала призрачная луна. Фризская спортивная лошадь светлой серой масти. Я очень долго на ней каталась. Достаточно долго. И обожала ее. Хотя я вообще ее не воспринимала как фриз. Ну и третье поколение, как же без него, великолепный лорд. Появился у меня буквально сразу после выхода обновленной лошадки. Третье поколение Юрвицкий фриз. Вот такой красавчик. Я купила не чисто Воронова, а с носочками и звездочкой на лбу. Да, все-таки как-то чисто Воронова фриза мне покупать не хотелось. Я считала, что это не слишком интересно. Так, идем дальше. Следующее количество лошадей будет очень большое. Это арабы. Арабы у меня все. Это не образное выражение. Это не шуточка никакая. У меня действительно все арабы третьего поколения. Но мы посмотрим еще и не только третьего, но и вторых поколений. Сейчас их только нужно тут найти. Они все разбросаны. Жалко, в пастбище нету сортировки по типажу. То есть даже не по породе, а типаж лошади. Это бы намного упростило мне жизнь на самом деле. Так, вот эту лошадку передвинем сюда. Где-где-где-где-где? Вот. Все. Вроде бы все. Итак, арабская лошадь. Давайте посчитаем, кстати. Сколько у меня лошадей? Арабской породы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать лошадей именно арабов, из которых два магика, плюс один первого поколения, два пейнта и один обычный арабской второго поколения. Ну, давайте же всех смотреть. Они были куплены в первые, по-моему, дни, когда нельзя было выставлять что-то на ютуб, и видео о покупке двух или трех мастей я выкладывала вконтакте в виде тиктока, насколько я помню, и очень грустила, что не могла снимать и выставлять. А, нет, то ли у меня ноутбук сломался, в общем, не помню. Вот такой вот красавчик. Это огненная забияка. Я не знаю, как вообще я смогла скупить всех арабов. Шоколадное цунами. Учитывая то, что в жизни я не люблю арабов вообще, а в игре третье поколение покорило мое сердце. Хрустальная умница. Темный бархат. Да, здравствуйте, окончание. Тут неправильные. Глазастая малышка. Серых яблоков. Боже, как я их люблю, этих. Серых яблоков. Буйный. Да, вот такой буйный араб один есть. Хрустальный туман. И танцующая арфа. Смотришь, они... Вот порода одна, но арабы, они за счет масти так меняются сильно. Дальше посмотрим. Голосистая акация. Вообще в шоке от этого имени. Сама называла. И магик. Арктик Брид. Первый магик у нас. Второй магик. Арабской линии Арктико. И араб из приложения, по-моему... Да, по-моему, из приложения Сильвер Рейн. Вот. Это все арабы третьего поколения. Теперь пойдем немножечко к старичкам. Буйный боец. Араб первого поколения, которого разработчики умудрились потерять. В течение нескольких месяцев этот конь нигде не продавался. И он просто исчез из игры. Изначально он должен был стоять на рынке Фердинанда у конюшень Юрвика. Но в какой-то момент произошла какая-то у них перестройка. И этот конь просто пропал с продажи. Его не было абсолютно ни на какой точке рынка. И как только рынок Фердинанда поставили на свое место около Фортпинта, они вспомнили о этом красавчике и вернули его в продажу. Чему я очень рада. Я моментально побежала и купила его. Смотрите, какой он лапочек. Старая моделька, но такой шикарный. Просто суперский. И теперь лошадки на основе второго поколения. Медный вихрь. Моя давняя мечта, которую я все-таки осуществила. Это был мой самый первый араб в жизни. То есть у меня первое поколение появилось даже позже, чем вот этот второго. Я на нем где только не бегала. Задание выполняла. Чемпионаты пыталась бегать. Скачки проходила. То есть тоже одна из тех лошадей, на которой я очень долго каталась. И хотелки просто из-за масти. Пейнты. Пентабианы точнее. Великолепный обед. Не обед, а обед. И осенняя нежность. Опять все любят покушать, все едят. На осенней нежности, кстати, я тоже очень долго каталась. Там мне понравилось. Вообще, там еще есть одна масть, которую я хотела бы купить из араба второго поколения. Но пока что я, наверное, этого делать не буду. Не знаю. Пока не хочу. Возможно, когда-нибудь под давлением уборки старых моделей я куплю. Так, ну что ж, с арабами закончили. Продолжаем. Следующие лошадки у нас будут, давайте, дракены. Дракены. И кого бы еще посмотреть-то. И северо-шведы. У меня их случайно оказалось тоже очень-очень-очень много. Я боюсь, что я даже сейчас не всех северо-шведов-то найду. Хотя, по-моему, нет. По-моему, всех. Ну что-то, я как-то сомневаюсь в этом. Ну да ладно. Так. И дракен. Да, дракен. И кого бы еще. И финскую лошадку, наверное, поставлю. Чтобы посмотреть чисто. Мы все могли. Так. Вот. Да. Вот так вот. Все. Дракенские лошадки. Это было такое желание купить Грандранера. Я испытывала к нему такие эмоции, которые сейчас многие могут испытывать к бельгийским лошадкам. К бельгийцу. Вне дому. Раньше у него была, у этой, у этой, у этой тракенина шикарная анимация РСИ, Манежного. Это была идеальная лошадь для выездки конкура. Но потом, к сожалению, эту породу начали мучить разработчики. И молча от всех нас начали исправлять ей анимацию. В итоге, в какой-то момент, к ней перекочевала почти полностью анимация юринского пони, что выглядело очень нелепо на такой изящной лошади. И в итоге, да, многие забросили эту породу. Но потом ее переделывали, наверное, еще раза четыре. И после этого, вроде бы, сейчас все стало нормально. Выглядит анимация вполне прилично. Вот, надеюсь, больше их трогать не буду. Флейм Херд, это мой конь, когда-то покупался чисто для скачек. Я была уверена, что я на нем буду проходить скачки, чемпионаты, на ипподроме бегать. Ночной Туз был куплен относительно недавно. Я долго о нем мечтала, по-моему, три года. И вот в прошлом году его купила на Хэллоуин. Буйный Закат, это лошадка из приложения. Также ее, можно сказать, сестра. Молниеносная Сапфир. Подними, пожалуйста, голову. Мне очень понравились ее глаза. Они, насколько я помню, сиреневого цвета. Серого? Мне казалось, они были сиреневого цвета. Меня не может обманывать память. Может быть, кстати, и переделали. На этом траке они заканчиваются. И теперь посмотрим финских лошадок. У меня всего две. Вьючная Ива. Была куплена только потому, что напоминала мне жутко... Зюту! Да, и вот я ее купила. Но на самом деле она мне очень сильно еще понравилась. Масть и как-то вот ощущения от меня приятные. Потом Волшебный Ветер. Волшебный Ветер был куплен в одном видео гигантской покупки, где я разом купила трех или четырех лошадей масти серой в яблоко. Вот Волшебный Ветер был в их числе. Ну, моя слабость к данной масти, она как бы оправдана. Так. Дальше у нас пойдут северошведики. Сейчас сижу и сомневаюсь. Я точно всех северошведов выставила? Надеюсь, что да. Итак, начнем с данной редкости. Это Могучий Вихрь, порода северошведский руный бегун. Спасибо большое моей соклубнице, которая помогла мне накопить и добыть, докачать репутацию и получить его к себе в конюшеньку. Он здесь стоит, кстати, в комплекте, который выдавали на том же загоне. Это седло друидов, комплект друидов вместе с Белочкой. Я решила, что Белочка будет идеальным сюда. Компаньоном? Да, в сумку. Вот стоит он тут такой весь экипированный и красивый. Дальше сумеречная забава, то бишь Зюня. А-ля моя основная, точнее моя личная лошадь, которая... Я, кстати, она очень давно со мной уже. Очень многое со мной пережила. И как бы уход с Ютуба на некоторое время, потом возвращение. И самые такие, наверное, душесчипательные личные видосики. Зюня почти всегда со мной. Дальше идет благородный ангел. И самое интересное то, что я нашла старое видео. Я уже не помню какое именно. Но там я надеялась, что когда-нибудь куплю данную масть. И у меня это будет кобыла. Это будет кобыла. А в итоге это стоит жеребец. Что-то где-то пошло не по плану. Я, напротив, забыла, что хотела кобылу. Так, беспокойное обещание. Если я не ошибаюсь, это лошадь, купленная во время конной рулетки. Вместе с Харли и Каролиной мы покупали все втроем коней, основываясь на рулетке. И мне выпал вот этот Северо-Швед. Вроде бы он оттуда. И вообще очень красивая лошадка. Я на нее надела красивый бежевый комплект. Да, красота вот такая. И последний Северо-Швед. Звездокровный. Раньше была абсолютно просто редчайшая лошадь. Добавлялась она в апреле, кажется, 19-го года. Может быть даже 18-го. На короткий промежуток времени. И выращивать ее можно было в приложении Star Stable Horses. Я ее вырастила. И у меня телефон просто жил века. И я всем своим соклубникам эту лошадь покупала. И все безумно радовались. Скриншотики делали. Поздравляли все друг друга. Но спустя пару лет разработчики решили Звездокровного вернуть в Star Stable Horses. И теперь абсолютно любой игрок может себе позволить данную лошадку. Переходим дальше. Тоже любовь. Это мустанги. Мустанги у меня не все. Но их все равно очень много. И также давайте посмотрим лепицыан. Которых тоже еще нужно умудриться посчитать. Ну и лепицыанам нужно будет сейчас найти и поставить магиков. Магических лепицыанов. Только нужно их еще найти. Так, вижу березку. И саку. Так, неужели это все? Мне кажется я кого-то забыла, кого-то потеряла. Нет? Никого? Так, 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 так. Вот одна проблема, когда много коней. Неужели не помнишь кто есть, кого нет и в каком количестве? Да нет, вроде бы всех. Да, действительно, похоже, это все станут. Мне казалось, их больше. Мустанги. Мустанги моя самая любимая лошадь, как только я пришла в игру. Я знала, что куплю мустанга. Почему-то, кстати, я купила не самым первым. Мустанга? А, я была еще не нужна неподходящего уровня. Я еще не докачалась до необходимого левела, чтобы позволить себе купить мустанга. Но самым первым среди них был вот этот Монклауд. Это вторая, наверное, лошадь. После самой первокупленной, на которой я каталась. Видосики, клипики, просто прокачка. Этот мустанг пережил все. Все, что можно, наверное. Столько я повидал на своем веку. Столько вытерпел взлетов, падений, тренировок, скачек, чемпионатов, прогулок. Я даже не знаю. Я даже уже не помню, сколько ли мой лет. Кстати, жалко. Нельзя посмотреть, в каком году была куплена лошадь. Это очень обидно. Но я думаю, я его купила в 17 или 18 году. Спирит. Это золото моей конной коллекции. Купила в последний день, перед тем, как вышло обновление по уходу данного коня. Я думаю, он уже больше его в игре вряд ли вернут. И несмотря на то, что у этого коня больше минусов, чем плюсов, я очень рада, что все-таки он у меня есть в конюшне. Иногда выйти в свет, выставить его на показ. И чтобы люди увидели, какой красавец существовал в этом игре. И скакал просто по полям, на перегонке с ветром. Это очень круто. Единственное, он сразу покупался 15 уровня. И на него нельзя надевать ничего. Вообще. Да. Вот такая вот особенность у данной лошади. Потом был куплен Вороной, верный король. Мустанг. Во время открытия Мистфола я его купила. И на нем все открывала. Позже была приобретена Молниеносная Гроза, которая ждала, наверное, года два меня в приложении, прежде чем я ее купила. И Призрачная Мечта наравне с ней тоже была выращена очень давно. И в течение многих лет заждали, пока я их куплю. Так. Да. Я думала, у меня еще Гнедо и Пигги есть. Но нет, они еще не куплены. Это будущая покупочка. Пока ожидающая меня в приложении. Так. Ну что ж. Давайте продолжим. Раз уж показываем всех, то и началочки в том числе. Куда же мы без них из серии. Так. И... Так. Покажем еще сейчас вам Хафлингеров. Фьордов. Так. Вот с фьордами тоже сейчас придется поискать. Так как у меня куплены магические фьорды. Все. У меня уже глаз не дергается. Так листать все быстро. А, вот. Все. Все-все-все-все-все-все. И на первое место у нас пойдут... Давайте липицыаны. Были лузитаны. Будут липицыаны. Так. Вот. Так-так-так. Все. Вот. Сделаем вот так. Сюда же поставим давайте кучеряшек. Ого. У меня столько кучеряшек, оказывается. Ладно. Проблемочка. Сейчас со всем разберемся. Итак. Хафлингеры. У меня их два. Дивный восход. Мой самый первый Хафлингер. Причем, который вообще мог бы стать моей первой лошади. Но я не учла тот факт, что даже не имея Старайдера. И не имея там какого-то определенного уровня. Я могла бы купить вместо Дивного восхода скромную нежность из приложения. Даже без Старайдера. Но я забыла об этом. В итоге Дивный восход стал моим, по-моему, вторым конем в конюшне. И это очень веселая история. Я его купила. И в тот же день, проходя сюжет, встретила и Гура, который пытался сожрать мою лошадь. Да. Так что этот конь пережил, я не знаю, ужас. Ужас всей жизни любой лошади. Потом, спустя какое-то время, была куплена скромная нежность. Не помню даже в каком году. Ходила даже с шишечками, насколько я помню. Но на самом деле, она просто в конюшне составляет компанию моему восходику. Теперь поплачем о фьордах. Шоколадный дружок. Старенький, убранный, первого поколения фьорд. Самая няшная моделька старой лошадки. Какое счастье, что он у меня есть. Я смогла его купить только благодаря своей соклубнице, которая мне просто... Если бы не она, этого коня бы у меня не было. У меня не было бы никакого фьорда первого поколения. Потому что тогда я не имела возможности тратиться на СК. То есть у меня не было средств вообще. И вот спасибо ей большое. Так, очаровательный герой. Это уже у нас третье поколение. По-моему, да, это уже третье поколение, можно считать. Купила. Назвала очаровательный герой. Но почему-то я его богатырчик чаще всего называю. Купила только из-за моей безумной любви к неким пухляшам, тяжикам. И купила я самой такой распространенной масти. Где сразу понятно, что это фьортик. На тренировке часто со мной ходил. Дальше у нас идут мрачный туман и тлеющая тыква. Два магика. Замечательных. Я не знаю, почему вот этого болотного магика многие боятся. Там, что вот он такой весь в дырах, в грибах. Что глазки у него там какие-то выглядывают. Ну и то, что он слепой в обычном городском виде. Мне он безумно нравится. Даже больше, чем вот этот магический фьорд тыква. Ну а тыковка просто потому, что это очень прикольная тыковка. Согласитесь. Конь тыква. Вы что? Это же вообще шикарный конь Хэллоуина. Так, ну здесь мы закончили. Теперь смотрим на чалочек. Небесный ястреб. Моя самая, как и у любого игрока, первая лошадь Юрвика. Серая, со светлой гривой и светлым хвостом. Ни разу не меняла свой внешний вид самого создания аккаунта. Создан был по мотивам коня, на котором я единственный раз в жизни каталась. Нормально так каталась. И меня пытались научить на нем ездить сверху. Вот его звали Фаворит. И Небесный ястреб был создан по его мотивам. Хотя там, правда, конь был Рысак, но не важно. Может быть, когда-нибудь здесь в игру добавят Рысаков. И вот я его прямо назову на английском языке Фаворит. Дальше у нас идет вот такая вот началочка Lucky Pop. Она была куплена тоже буквально на той неделе, когда вышло обновление с выходом четырех, по-моему, мастей. Началок. Часто так ровно юринской. И я решила, что первым делом возьму не шоколадную, а вот эту пегую. Я, кстати, может быть, потом еще и докуплю началок. Я не знаю. Мне кажется, у началок есть свое очарование. И серая ласточка. Такая красотка в комплекте. Которая не снимается. Мне кажется, шикарно сочетается. Да-да, я очень редко надеваю на лошадей комплекты. И как бы я не присваиваю комплект к какой-либо лошади. Но на этих ребятах просто они хорошо смотрятся. Сочетаются с мастью. Поэтому пусть и серии на них и висят. Теперь перейдем к... Давайте лепецанам вначале, так их побольше. Святая троица. Серебряная тайна. Воздушная ласточка. И затуманенный клевер. Это троица лепецанов, которые продавались на дне открытых дверей конюшни Юрвика. Сейчас ни одного из них в игре уже нету. Их убрали. Так что, да. Очередные грустные истории. Дальше идет великолепный ангел. Если вы подумали, что это тоже старый конь. Там светлый лепецан, который всю жизнь продавался в форт Пинта. Неправда. Я его купила, по-моему, году в 21-м. То есть он молоденький. Он самый молодой среди них. А вот опаловый лорд, наоборот, был куплен в 18-м или 17-м году. Когда я только-только открыла Нью Хилкрист. Я копила СК. Смыслив, что как только я открою Нью Хилкрист, я бегу и покупаю опалового лорда. Даже есть видео, но оно не на канале. Оно у меня есть в группе Star Stable Equestions. В видосиках. То есть даже на ютубе нет его покупки. Так, их мы теперь посмотрели. Следующие у нас идут кучеряшки. Кофейная ваниль. Моя самая первая кучеряха. Очень нравится моделька. Очень нравятся текстуры. До ужаса не нравится анимация. Да. И я, можно сказать, какое-то время даже ненавидела эту породу. Но, тем не менее, сколько у меня их? У меня их четыре. Мне нравятся, кстати, вот еще лохматые ушки. И, в принципе, мордаха-то милая. Мне все нравится, пока они стоят. Но как только я на них сажусь, у них очень какая-то смешная, глупенькая анимация на некоторых аллюрах. И очень долгий, долгая свечка дыбы. Поэтому я забываю, когда снимаю для вас видео, что на этой лошади нельзя вас приветствовать дыбами. Потому что она это делает вот настолько долго. И я вспоминаю об этом только уже во время съемки. Так что у меня вот ванилька первая. Потом была куплена... А, да, была куплена потом кучерявая ваниль. Но я забыла, что у меня кофейная ваниль уже есть. Так что, да, у меня две ванили. Кофейная ваниль и кучерявая ваниль. Ну, такая пусечка, такая беженка. Красивая. Просто купила, просто потому что красиво. Да. А, и, по-моему, скидка. Была еще скидка. До ванили был куплен Найт Кнайт. Вороной из приложения кучеряха. Он очень красив, кстати. Он с шишками у меня ходил и смотрелся круто. А вот когда началась скидка, я купила мохнатую былинку. Какие смешные имена, когда нужно срочно покупать лошадь. И как раз кучерявую ваниль. Вот этих двух девочек я купила по скидке. Ну, кстати, пегая мне очень нравится. Тоже, темно, честно. Они имеют текстуру плюшевую. Такая плюшесть, как вот у старого фьорна. Так. Сейчас надо срочно на кого-нибудь куда-нибудь пересесть. Давайте продолжать. Следующими у нас пойдут и сланцы. И сланцы у меня всего лишь четыре. И после сланцев мы сейчас с вами посмотрим... Ой, сколько коней. Это вот действительно как бы не запутаться во всем. Я наверняка кого-нибудь упущу, кого-то забуду. Но надеюсь, что этого не случится. Так. Сюда поставим лохматиков, наверное. Нет. Давайте не лохматиков. Здесь у нас будут першироны. Где першироны? А перширонов еще тоже надо найти. А вот. Все. Все-все-все-все-все. Все на месте. Все на месте. Все на месте. Начнем с перширонов. Благородный вихрь. Благородство. У перширонов этот благородный взгляд. Он в крови. Шикарный гигант серый в яблоках. Был куплен как раз вместе с финской лошадкой. И с еще какой-то серый в яблоко лошадью. После чего была куплена темная чародейка. Такая вся из себя дама. С таким взглядом. Понравилась очень Настя. Да и в принципе захотелось какую-то... За счет взгляда захотелось характерную кобылку. Вот темная чародейка. И потом латунный страж. Латунный? А, латунный за счет городского облика. Да. Это перширон магик а-ля сакура. Или же вишня. Название не имеет значения. Дерево имеется в виду одно и то же. Мне не очень нравится его магический облик. Но зато, 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 мне очень нравится вот этот облик. Вы думаете седло просто так что ли на нем под цвет? Ли же находится на нем надето. Нет? Вот, да. Вот такой красавец с розовыми глазками. Так что у меня всего лишь три перширона. Теперь перейдем к... Исланца. Скромная душенька была куплена после Липеца... После Липецаана в Нью-Хилкарсте. И я так сильно когда-то ее хотела. Вот очень хотела именно серенькую. Такая плюшевая. Такая грива. Мордашка. Исландцы вообще были одной из моих самых обожаемых пород в игре. И кстати остаются до сих пор второго поколения у меня в сердечке. Как вообще самые шикарные лошадки. Потом была куплена белоснежная фиалочка. Потому что это белый кусок ваты. Это белый плюшек. И я купила рыжего. Очень хотела рыжего. Беззаботную булочку. Но. Она была куплена специально еще как сравнение. Потому что во время выхода третьего поколения. Я купила весеннюю ватрушку. И чтобы сравнить как они смотрятся. Я купила уже беззаботную булочку. На третье поколение у меня пока что только одна исландская лошадь. Но думаю что в будущем. Да-да-да в будущем. Все тоже изменится. И исландцев станет намного больше. Причем всех. И второго и третьего поколения. Клейдес Дали. Шикарный конь. Бедный опаловый закат. Который был куплен. Потом продан. И потом возвращен в конюшню. Вместе с клубом. Во время его очередной покупочки. Напоминает мне коня Филиппа. Из мультика Красавица и Чудовище. И из-за чего в принципе-то и был куплен. С ним. Вообще история тоже очень интересная. Я очень сильно хотела Клейдес Дали. Ждала до последнего. Но когда мои руки уже начали чесаться до безумия. Я пошла. Нет. Я побежала. И купила закат. А буквально через день выходит обновление. Что в приложении Star Stable Horses. Выходит та масть Клейдес Дали. Которую я ждала все это время. Но в итоге. Да. Опаловый закат. Стал моим первым Клейдес Дали. Следующие это два Клейдес Дали Магика. Каменная копыта. И Сумеречный Бродяга. Очень красивые кони. И в обычных мастях. И в городских мастях. Это мощь. Это мощь. Мне кажется. За счет этих магических обликов. Они выглядят гораздо мощнее. Любого другого тяжика. Вот такой вот красивый. В городском виде. Каменная копыта. И Сумеречный Бродяга. Глазки у них красивые. Сиреневые. Таким оттеночком. Даже розоватые. Вот такая вот парочка. Тоже очень классный конь. Так. Кто же у нас идет следующим? А следующим давайте у нас пойдут. Пейнтхорсы. Пейнтхорсы. Аполузы. И все остальные кони. Вестернского наверное типа. Осталось их только опять же. Всех найти. Что очень тяжело. Так. Я только сейчас кстати поняла. Что я Лузитанта выставила. Но я их вам так и не показала. Я их выставила и убрала обратно. Так. Где? Вот сюда. Это у нас сюда. И это пойдет к нам вот так вот. Ага. Не влезла. Ну тогда еще вот так вот сделаем. Вестернские кони. Всех поколений которые у меня есть. Начнем с магических Аполлус. Две рыбки. Перл Шаример. Перл Шиммер. Извиняюсь. И Глоу Фиш. Красавицы. Вообще жалко что нету как в Белиссаре аквариумов загонов. Они бы там плавали у меня. Очень классные. Пипельное перо. Это полторашние поколения. Звездная радость. Убранные к сожалению Аполлуза. И вместе с ними в скором времени беспокойная осень. И блестящий сон. Такие вот началочки. Квоторы. Скромное цветение. Была куплена только потому что розовый носик. И шикарная мастер. У меня у квотеров не нравятся опущенные шеи. Но тем не менее у меня их уже. Кто-то я чую подвох. У меня их три. Печальный кристалл. Это магик хэллоуинский. И из приложения у меня есть еще квотерхорс. Железный сокол. Вот такая вот троица у меня здесь есть. Пейнтхорс. Третьего поколения. Западная. Не западный. Это кобыла западная. И так и зовут. Вот такая одна красотка. И все. И все. Больше у меня никаких новых коней. Именно вестернских нет. То есть пейнтхорс. Но... Ой. Других пейнтхорс. Аполлуз. У меня нет. Только вот эта компашечка осталась. И так же еще... Так. А еще? Или не еще? Да. И еще вот квотерхорс первого поколения. Вот этот вот вороной. Со звездочкой на лбу. С пятнышком. Их тоже уже убрали. Я долго думала докупать ли еще других квотеров или нет. Но в итоге решила оставить за звездный поцелуй. Единственным и неповторимым у себя. Когда-то это были самые крутые лошади для чемпионатов. И пусть он будет единственным таким вот старичком, связанным с чемпионатом. Следующий лот нашей рулетки будут андалузы. 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 Все андалузы. Их тоже надо искать. Анде, анде, андауз. Андалуз. Андалуз. Так. Все. Кажется, это все андалузы. У меня есть десерт-борн, рожденный в пустыне. С шишечками. Можно сказать, это некий образ пойманного спирита. Да-да-да. Все так и есть. Благородный ворон. Как же сильно я его полюбила. Я каждый день его качала. За поем, не выходя, пока не выполнила все скачки. Гордый бархат. Не-е-е-е-ет. Стоп. Стоп. Десерт-борн куплен с дня открытых дверей. А, Гордый бархат как раз из приложения. Очень классный гнидой путь. И ангельская тайна. Вот. Светло-серый и вороной. Не знаю. Они прокачались дней за шесть. Шесть? Ну, где-то, да. За шесть дней я их прокачала. Это очень мало было на те времена. Я не знаю, сколько нужно было дней, чтобы их прокачать. Но я каждый день выполняла абсолютно все скачки. Пока их не докачала. И вздохнула с облегчением. Также два магических андалуза. Ангельская луна. Которая мне напоминает лошадей из Белосары. Слеза ностальгии. И сумеречный хранитель. Тоже магический андалуз. Так. По андалузам у нас все. Давайте вернем же все-таки наших старых... Точнее, не старых наших лепицианов. С которыми тоже есть, какую историю можно рассказать. И где-то тут магические, магические лузитаны были. Как я могла пропустить про них рассказ? Я же их главное поставила, выставила. Так. Да. Вроде бы это все. Так, начнем. Редчайшие в своем роде. Неповторимые. И теперь уже единственные только у тех, кто успел их купить когда-то. Это Чарм Черри. И Лост Винд. Ну или же Сакуры и Береза. Магические лузитаны, которых больше нет в игре. Как же я рада, как же я счастлива, что они у меня есть. Не потому, что они редки, а просто потому, что они мне очень сильно понравились. И когда-то я их купила на все свои СК. То есть у меня ничегошеньки не осталось на счету. Шоколадный шарм. Лузитана Дня Открытых Дверей. Был куплен во время праздника. Светлая Звезда. Единственный лузитан в моей конюшне, не считая магиков. С длинной гривой. Все остальные, либо стриженные, либо заплетенные. Даже Сумеречный Покой. Тоже из приложения. Как и вот Изабеллой. Узитан. Липецан стоит с шишечками. Бедный конь. Ну, на самом деле, мне просто не нравится, что у него черная грива. Я это по максимуму постаралась скрыть за шишками. Лайт Даймонд. Это липецан из Дня Открытых Дверей в гречку. Очень красивый. Когда-то липецаны, кстати, были клубной лошадью нашего клуба. И Дринчарм. Это самое, по-моему, популярное видео на моем канале, связанное со Старстейбл Онлайн. Это покупка вот этого лузитана. Видео настолько старое, что я даже не знаю, какого оно года. Но оно очень старое. Его многие любят, это видео. И надо будет, кстати, его пересмотреть по ностальгированию. Так что вот такое у меня большое количество лузита. И что же будет у нас дальше? Какие лошади? А, давайте я допокажу, наконец-то, началочек. Которые я купила, но они не попали ни в какую пока что категорию, да и не попадут. Я так думаю. Ёлки, ах тоже уже много накопилось-то, оказывается. Надо, надо под это полистать, полистать, полистать. Так, 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 так. Вроде бы всё, их было-то не так много. А, нет, вот, 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 вот. И... пожалуй, да. Пожалуй, всё. Из-за тех, наверное, началок. Так, кто же был куплен первый, я уже и не вспомню. Так что просто пойдём по кругу. Сказочная песня. Купила я за милый, няшного вида. Очень такая милашка в моём понимании. Ловкий туман. Купила, потому что похож на спирита. Небесный орёл. Купила как старое напоминание о своей началке с полторашной версии. То есть, да, это такая отсылочка на старую началку мою же. Весночатая карамель. Очень масть понравилась. Жемчужная ваниль. Опять же, кто уже откажется брать Изабелову, масть. И сильный приятель. Был куплен в компанию с Изабеловой лошадкой. Ну и плюс тоже напоминает мне спирит. Да, два полторашних коня, которые напоминают мне спирита. И забавный огонёк. Просто он забавный. Он забавный. Он рыженький такой. Сочетание хвоста и гривы вместе с шерстью на теле понравилось. И вот эта полосочка. Да. Ну и плюс ещё два носочка на передних ножках. Так что это вот все началочки. И давайте смотреть, о ком я ещё вам ничегошеньки не рассказывала. Я их буду потихонечку вытаскивать. Коней действительно очень много. И вот не потеряться бы. Не хотелось бы, кстати. Да, вот некоторых я пропустила. Чисто случайно. Но даже ни одного я пропустила. Так, эти были, ребята. Это всё было, было, было. Было, 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 было. Так. Тебя. Тебя, 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 тебя. Давай вот сюда. Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук. Следующая страничка у нас идёт. Так. Это мы пока оставим. Этих мы пока оставим. Эти были. Так. Вот тебя тут не было. Дальше. Так. Это было, было, было. Это сюда. Это сюда. Знаете, как будто пазл раскладываю. Честное слово. Серьёзно. Вот настолько всех коней-то много. Я уже не помню. Я уже не помню, где, чего, кто и когда. И главное, почему и ничего, зачем. Так. Это... Это пока у нас остаётся. Это сюда. Это сюда. И пока что... Так. Всё. Секунда на размышления. И, наверное, поехали. Поехали? А, нет, не поехали. Ой, нет, не поехали. Ой, не-не-не-не-не. Мы сейчас вот так вот сделаем. Всё. Вот теперь поехали. Итак, начинаем. Значит. У меня... Ахалтикинсы. Так, я уже немножечко прошляпилась. Ахалтики... Нет. Где мой Ахалтикинец? Второго. Пока. Лей. Ни. Я. А где он? Где мой серый Ахалтикинец? Всё, коня потерял. Ахалтикинец. Вот он. Вот, 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 вот он. Я его покажу, наверное, вот здесь. Да. Так. Так. Вот. Всё. Ахалтикинсы. У меня их три. Извиняюсь. У меня три Ахалтикинса. Это магики. Причём с целиковыми комплектами пляжа. Морская лазурь. И хаотичный кристалл. Завораживает меня вообще. С самого первого взгляда. Рунный шёпот. Мой первый Ахалтикинец. Менял кучу причесок. По-моему, даже с длины игры выходил. Но в итоге так и остался в облике бритого. Потом. Пасафина. Да-да. Новая лошадь. Одна из последних. И, кстати, вот. Пасафина у меня последняя купленная лошадь. Больше никаких пород после неё не было. Да и до тоже. То есть шайра, теннисица и бельгийца у меня на основе нет. Забыла рассказать про кучеряху, руны, обет. Обет? Обет. У меня был какой-то уже обет. Вот. Кучеряшка. Потом. Кнапструпер. Буйный ворон. Шикарная масть. Два тинкера. Аметистовый. Аметист-чарм. Как же я обожаю тебя. И ледяная комета. Ледяная комета это тинкер из приложения. По-моему, светло-серую в яблоко такую масть ждали очень долго. И она вышла неожиданно под Новый год. И все побежали её покупать. Все очень сильно этому обрадовались. Ганноверы. Ганноверы. Не знаю. В общем, вишневая победа. Из приложения, кажется. Да, такая красоточка с новым розовым носиком, пятнышком. И бриллиантовый луч. Никогда не думала, что Ганновера куплю светло-серого. Но оказалось, что вот он самый первый у меня-то и оказался в списке. Так, идём дальше. Дальше, 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 дальше. Забыла про арктического огонька. Это андалуз магический. У меня есть. И теперь посмотрим на а-ля поняшек. Канемару. Бодрая Грива. Единственная. Больше нету Канемара. Юринский пони. Спирит Эйнджел. Был продан. Потом опять куплен. Бедная поняшка. Милая радость. По-моему, аналогичная история. Была продана, но потом куплена снова. Ребята, если вы во время просмотра это видео начинаете возмущаться, как она могла продать своих коней, у меня есть видео на канале об этой истории и пояснение, что так делать не надо и что я так тоже делать больше не буду. Мирная забава. Вот не помню, по-моему, тоже была куплена, потом продана, потом куплена и еще раз продана. Нет, один раз, один раз. Не пугайтесь, нет, один раз я ее только продала. И потом купила, по-моему, снова. Но я могу ошибаться, кстати, на ее счет. Демчатая ласточка. Спортивный фриз первого поколения. Единственная лошадь в моей конюшне с данной моделькой. И Эйр Ванила. Один из старичков наравне с Мустангом, Хофлингером и остальными лошадьми, которых вы еще не видели. Это вот самая первая лошадь из десятки. Вот первая десятка лошадей на конюшне. Вот Ванилька там была. В будущем, думаю, докупать Морганов. Так, ну что ж, давайте продолжать. С севера шведа я все-таки забыла показать вам лунного льда. Я как-то все-таки плохо продумала, как показывать вам коней. Надо было категорийно показывать. То есть породы, обычные кони и магики, а не по модельке. Да, лунный лед. Такой ледяной единорог. Есть у меня в конюшне. Так, и далее, далее, далее. У нас сейчас пойдут магические фризы, о которых я тоже забыла. А где он? А он в самом начале, по-моему, был. Да, вот он. Вот, 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 вот. Все, все, есть, все, есть, все на месте. Два магических фриза дракона. Эмеральд Драйвер и Блейз Файер. Как же директору КСК Восточной Драконы Мира не купить двух драконов? Единственный в своем роде Марвары на моей конюшне, ласковая буря, магик под березу, перевыпуск. Да, перевыпуск березы на модельке Марвары. Так, и теперь пойдут у нас английская чистокровные. Так. Ой, тут опять бегаем глазами, бегаем глазами, бегаем глазами. Хоть песенку пой о том, как ты бегаешь глазами. Ага, я заб... Да, вот, я много чего забываю, много чего забываю, забываю я. Так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так-так-так, так-так-так-так-так. Угу. Ой, как вас много-то. Много-много-много-много. Больше-больше-больше-больше-больше-больше-больше-больше. Эти были, эти были, эти были-были-были. Вот я об этом вам и говорю. И пыталась сказать, что у меня еще не самое большое количество лошадей. И это уже какой-то кошмар. Так, ну ладно. Так, все. Все, мы готовы смотреть всех дальше. Английская чистокровная второго поколения. Великий орел тоже входит в первую десятку моих коней. Дальше у нас английская чистокровная мраморный рыцарь. И Брайтбель третьего поколения. Английская чистокровная красавица моя. Чудесная звездочка. Это Валийц второго поколения. И забыла, есть еще серебряная луна. Я хотела вообще Закору, ой, Зикони купить, или как она называется. Ну и решила потом, после появления Веги, купить ее. И назвать Серебряная луна. Да, вот такая вот лапочка. Так, у нас осталось две категории. Держитесь, вы молодцы. Мы почти закончили. Шкаф мы смотреть не будем. Потому что там, ну там все, что есть в магазинах. Все, что давалось за задание. Или даже отсутствует то, что могло бы даваться за задание. Вот, поэтому мы просто досматриваем всех коней на конюшни. И все. И все. И просто фиеста. Так, осталось только всех этих коней найти. Найти их очень-очень-очень-очень трудно. Но я постараюсь это сделать побыстрее. Вот. Теперь у нас идут, если я не ошибаюсь, дикие лошади Юрвика. Я же их кличу Лохматиками. Гардиан Дезайр. Мой первый Лохматик. До сих пор, боже, он мне чем-то по окрасу Хаски. Ой, не Хаски, а Лайку напоминает. Ну, Хаски, Лайку, да. В общем, понравился. Это Туманная Фурия. Бесплатная лошадь в честь дня рождения. Мне она досталась бесплатно. Два Магика. Вороная Ночь. И Болотный Туман. Очень просто. Вот. Если вы не влюбились вот в этот оттенок темно-синего ворона. Или, я не знаю, оттенок бензина. То как вы можете не полюбить вот это бежевое чудо? Вот комплект я специально на нее тут одела. Потому что он больше ни на ком не смотрится, кроме как на ней. И примерно той же красоты. Слепыш Болотный Туман. Тоже очень красивая лошадка. Прям вот очень. Ой, тихо, тихо. Не затопчи меня. И Дарк Фаер. Красавец. По-моему, купленный в приложении, кажется. Его же можно купить и в приложении, и в фортепинта можно было купить. Не помню, как сейчас. Да. И я на него вот эту маску еще надела. Вот. Так. Это все лохматики. Не знаю, почему их лохматики называют. Но главное, что когда я рассказываю кому-то о лохматиках, все моментально понимают меня, о ком идет речь под названием лохматики. А теперь, друзья, самая веселая часть. Это категория старые магики. Я их специально оставила напоследок. Потому что это очень интересная категория. И я обожаю их выставлять в отдельный строй. Потому что это смотрится классно. И это смотрится очень круто. Так. И кажется, все. Но мы еще проверим на всякий случай. Может быть, я опять кого-то забыла. Кого-то пропустила. Но чуть попозже. Но надеюсь, что это завершающий этап. Все магические шайры второго поколения. Давайте же с ними знакомиться. Сказочная мечта. В комплекте, по-моему, Пасхи. В старом комплекте. Дивный рубин. В комплекте Хэллоуина. Какого-то года. Богатый рассвет. Просто золото, а не конь в прямом смысле. Так. Дальше у нас идет. Блестящая сказка. В комплекте дня всех. Нет. В комплекте Джо-Джо Сива. Если не ошибаюсь. Да, Джо-Джо Сива. Непокорный сумрак. Красавец. Синее пламя. Нефритовый цветок. В комплекте Пасхи. По-моему. И брат-близнец непокорного сумрака. Непокорный огонь. Хэллоуинский конь. В комплекте Хэллоуина. Спросите, зачем мне столько шайров? Да я скажу вам, что когда-то. В свои годы. Они были популярны. Если ты успел себе купить шайра. Хотя бы одного магика. То это уже круто. А у меня все. У меня все. И все алды, кто приходят в гости ко мне на конюшню. Все просто охают и ахают. Потому что вот это вот. Это знаете. Это как камни. Магические камни. Чем больше ты камни соберешь. Чем больше магический эффект они накладывают. Так вот на лдов он накладывает эффект упавшая челюсть и состояние безнятежности, наверное. Но это так работает. Я не знаю. Если кто-то из лдов, кстати, смотрит это видео, напишите в комментариях, что вы чувствуете, когда вот приходите вот в такое вот количество магиков. И исландцы. Я не знаю, наверное, первого поколения. Второго поколения магики. Дикий дракон. Загадочная комета. Кстати, когда-то в далеком семнадцатом году я эту лошадь хотела больше всего насвить. Вот эту. Да, вот эту. И добрый бриз. Вот такая вот вся троица исландцев у меня тоже есть. Ну что ж, друзья, давайте последний забег по страницам моего пастбища. В надежде, что я никого не пропустила. Забег будет очень дорогий. Здесь все, 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 все. Так, смотрели, смотрели, смотрели. Спасибо, кстати, большое, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам было интересно просматривать мое бесконечное количество лошадей. Но я понимаю, что у кого-то может быть и больше. Но, как показывает практика, у меня их тоже, знаете ли, немало. Так что не забудьте поставить лайк и написать комментарии, были ли тут ваши лошади, которые есть и у вас на конюшенке. Или хотелочки вы свои увидели. Ну, а может вам просто понравилось количество коней, которые есть в конюшне. Так, ну, та-та-та-та-та-та-та-та. Да, мы всех посмотрели. Но, на самый конец я оставила одну старушку. Точнее, старичка. Очень старого. Который был куплен точно в семнадцатом году. Это Guardian Spirit. Мой первый купленный конь. Такой красавец. Старой модельки. Ирландский коп. Но раньше он назывался цыганской упражной, если я не ошибаюсь. Был куплен в Эйлдоле. Или на ферме Марли. Я уже не помню, какая масть где стояла. Но вот это чудо. Оно начало со мной путь в ССО. Помогало мне качаться, куда-то доезжать, выполнять задания. Даже не помню, была ли хоть раз я в каком-то клубе верхом на нем. Может быть и была. Вот такой вот красавец. И несмотря на свою квадратность и старую модельку, я его очень сильно люблю. И обычно раз в год устраиваю один какой-нибудь день чисто для нас с ним. Обычно летом или весной. Я надеваю старый комплект одежды, старую амуницию на него. Седлаю Guardian Spirit. И мы едем кататься по каким-нибудь старым локациям, которые еще не изменились. Так что вот. На этом список моей конюшни и обзор конюшни подошел к концу. Я надеюсь, он вам понравился. И еще раз не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Я буду рада почитать о том, какие эмоции вызвал у вас данный обзор. Я очень извиняюсь, что он вылился в целый час. Но очень хотелось подробно вам обо всех рассказать. И всех абсолютно показать. Так что считайте, это обзор моей конюшни на 2000. На конец 2022 года. Ну а на этом все. И я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. Ой, я буду заново выставлять коней в конюшни. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!